Анастасия Боденчук Вы знаете, Инна, уважаемые наши зрители, я хотела вам сегодня рассказать на примере базовой косметички профессионального визажиста, что должна собрать каждая девушка свою косметичку, но это уже будет расширенная версия, поэтому каждая для себя будет решать, нужно ли такой объем косметики ей иметь в своем чемоданчике, или можно немножечко поменьше. Я думаю, каждая женщина мечтает о таком объеме чемоданчика. Итак, я бы хотела начать с подготовки полотна. Как настоящие художники, мы должны его выровнять и по текстуре, и по цветовому содержанию. Что это значит? Мы подготавливаем кожу лица для того, чтобы она принимала все цветные акценты, которые впоследствии мы расставим. Как же ее подготовить? Для начала нужно подготовить текстуру, увлажнить. Кожа напитается влагой, впоследствии тональный крем ляжет намного ровнее. Как в домашних условиях? Не обязательно брать какие-то супер профессиональные средства, можно увлажнить. Увлажняющий крем, который вам подходит. Либо, уже более сложный вариант, мы посмотрим, это базы. Базы под макияж. Базы под макияж, они несут на себе такие функции, как выравнивание и увлажнение. То есть, зачастую базы содержат такие вещества, которые, грубо говоря, заливают поры, зашпаклевывают. То, что делает рельеф кожи однородный, нет никаких уже выемок и так далее. Потом, после базы, мы можем применять такие интересные термины, которые многие из вас слышали, но, наверное, не совсем понимают, что же это такое. То есть, корректор, ивинтон, праймер, антисерн и так далее и тому подобное. Консилер. Что же это такое? Я думаю, все слышали слово консилер, каждый понимает это по-своему и вообще, где его применять? Девушки, консилер может быть в виде карандашного палочка или кисточка. Может быть, в виде плотных, вернее, это более жидкая текстура, это более плотная текстура. Что же это такое? Это цветное средство. По текстуре очень похоже на тональный крем. Иногда чуть-чуть плотнее, иногда чуть-чуть более жидкая. Для чего оно нужно? Для того, чтобы локально, подчеркну это слово, локально, убрать ненужный цвет. Коричневый, красный, желтый и так далее. Мы видим сейчас разнообразие цветов, розовый, зеленый, бежевый. Как же правильно подобрать каждый этот цвет под свою проблему кожи? Вспоминаем наш предыдущий эфир. Цветокипы и соединения цветов. По цветовому кругу, цвета, которые расположены друг напротив друга, они нейтрализуют при наложении, либо усиливают яркость друг друга, если находятся рядом. Что такое нейтрализуют при наложении? Покраснение, воспаление на лице мы нейтрализуем зеленым корректором. То есть при наложении образуется нейтральный серо-бежевый цвет. На коже он не виден. Но это не значит, что вы поставили зеленые тучечки по всему лицу, нейтрализовали и пошли. Нет. Конечно же, сверху после зеленого корректора мы уже наносим фональный крем, но об этом позже. Желтоватые, светло-желтые, светло-коричневые пигментации, которая часто от солнца, иногда возрастная, иногда гормональная. И с ножички, которых все боятся. Зря, зря. Это индивидуальная особенность внешности, ее лучше подчеркивать. Розовый, сиренево-розовый корректор. Если пигментация уже более плотная, более темная, соответственно, корректор темнее, уже уходит в фиолетовый оттенок. Это все по теории цветового круга. Ивхана Саитовна, то есть все цвета, которые друг на против друга, они нейтрализуют. Итак, вы посмотрели, у вас есть красные точечки на личике. Посмотрели напротив, какой цвет? О, зеленый. Так, пошла в магазин за зеленым корректором. Только не ярко-зеленый, видите, он пастельный. Иначе будете как в зеленке. А как же спрятать синяки под глазами, эти темные круги, которые наши женщины каждое утро смотрят? Как же вас дадить? Вот, девушки, не забывайте о том, что глаза, глазницы, это впадины. Их всегда нужно доставать ближе к зрителю. Чем? Светлый корректор, светло-бежевый корректор. Причем он должен быть по текстуре очень жидкий. Видите, вот я накладываю, он совсем-совсем уходит в невесомость, да, скажем так. Потому что кожа вокруг глаз очень тоненькая. Если мы ее нагрузим какими-то плотными корректорами, допустим, по плотности, вот как этот мой розовый, где-то у меня был желтый, не успела достать, соберутся морщинки сразу, то, чего мы не любим. Да. Но зачастую, опять же, это мы говорим про дневной макияж. Да. Если у нас профессиональная фотосессия, девушки выбираем из двух зол меньше. Либо отсутствие синячковой зоны под глазами, либо собираются морщинки, которые можно быстренько пальчиком разровнять и на фотосессию пройти. То есть на фотосессии все-таки рекомендую более плотные текстуры, более плотные корректоры, которые лучше, лучше убирают цвет, да. Плотность отвечает за нейтрализацию цвета лучше, чем тонкие текстуры. Итак, запоминаем, для фотосессии берем более плотные корректоры, для более дневного макияжа более невесомые текстуры. Идеальный вывод. Следующее, тональные крема. Как же мы их подбираем уже после того, как мы расставили цветовые точечки за своими бочками? Сколько раз все наши женщины говорили, прихожу, вроде бы выбрала себе марку тонального крема, который хочу, и по текстуре он хороший. Прихожу домой, накрасилась или сильно темный, или сильно светлый. Вот. Где мы проверяем тональный крем, когда хотим его купить? Вообще проверяем мы его в магазине, там, где мы его приобретаем. Хорошо, на какой части тела? А часто на руке? Да. Как мне мои клиенты рассказывают, я пришла в магазин, попробовала на руке. Но вы же не на руку будете его наносить? На лицо. Зачастую цвет лица у нас отличается, естественно, и от рук, а самое главное, он отличается от цвета кожи, шеи. Почему? Солнце падает, подбородком мы создаем тень, шея всегда не загорает, то есть более бледная. Мы пробуем на вот этой области тональный крем. То есть подходит ли он для того, чтобы сравнять цвет кожи и цвет шеи? Еще одна ошибка. Тональный крем очень часто у многих наших девушек заканчивается вот здесь. Неправильно, иначе получается лицо загорало на канарах, шея оставалась в николаеве. То есть протягиваем кистью, желательно, чтобы это было синтетическое, очень легкими мазками вдоль шеи, протягиваем в невесомость. Недавно, визажист Ким Кардашьян, сказал, что даже ушки необходимо прорабатывать тональный крем. Только как у меня, да, я их проработала, делю секретом. Смачиваем спонж, любой, силиконовый, форма тоже не важна, девушки, на самом деле, как вам удобнее. Только он должен быть влажный, и уже эта влажная губка, она растягивает тональный крем в невесомость, в никуда. То есть крем уходит на нет, скажем так, и не пачкаются воротники блуз. Пока мы не отошли от кистей и от спонжиков, хотелось бы спросить, что лучше выбрать нашим телезрительницам по типу их кожи, спонж или кисть? Что бы ты посоветовала? Нет, по типу кожи я не готова вам сказать, что это как-то различаются эти инструменты. Кисть делает более плотное нанесение. Спонж растягивает в невесомую вуаль тональный крем, особенно влажный спонж. Маш, некоторые пользуются руками, так по секрету поделюсь. Тоже правильно, девушки, главное, чтобы руки были чистые. Температура тела быстрее поможет раствориться и тональному крему стать ровнее, и распределиться ровнее на вашей коже. То есть если вы красите сами себя, да, пожалуйста. Но как я обучала своих визажистов в школе макияжа, то есть мои ученицы ни в коем случае не должны были прикасаться к клиенту руками. Поэтому мы работали или этим, или аэрографом. Это я вам не предлагаю, конечно, покупать для себя. Лучше все-таки кисть в сочетании со спонжем. Это хорошая пара. Тональный крем цвет. Да. Оттенки есть и с зеленцой, и с розовинкой. Не просто зеленцой и с розовинкой, они есть еще и совсем с серым потоном, и совсем с афроамериканским потоном. Ничего себе. Да. Ну, чаще, конечно, это мы красили модели действительно афроамериканок, и либо использовали для коррекции овала лица. Немного позже расскажу, это, наверное, может быть, в следующей передаче. Это отдельная тема разговора. Так вот, чем тоньше и моложе кожа, чем меньше недостатка вам нужно скрывать, тем текстура тонального крема должна быть легче, тоньше. Чем больше недостатков на коже, тем текстура тонального крема должна быть плотнее. То есть, камуфлирующий практически эффект создается. Видите, буквально пару мазков, все, я уже цвет убрала. Радится есть. Абсолютно, да. Как же все-таки, ну, по текстуре немножечко рассказала, как же все-таки выбрать цвет? Если вы видите себе откровенно розовый подтон, ну, что часто, что редко, к сожалению, бывает в нашем регионе, то есть, наш регион, страны СНГ, больше европейная внешность с оливковым подтоном, не с розовым. С розовым – это Америка, Канада. Оливковый подтон, чем можно создать, если тональный крем, все-таки, вот разницу видите, здесь больше желтизны, здесь больше зеленцы. Уже не буду выливать на руку. Если ошиблись, если взяли слишком желтый, либо слишком розовый, покупайте зеленый, корректор, желательно, чтобы он был все-таки жидкий, и разбавляйте его с тональным кремом. Если взяли слишком темный, покупайте светлый корректор, вот такой, и точно так же разбавляйте его с тональным кремом. Один цвет тонального крема вам очень сложно будет найти и подобрать. Тем более, незачем. Вы в течение года меняетесь, вы становитесь летом более темная, зимой более светлая. То есть, это все индивидуально и очень сложно найти именно свой уже готовый продукт. Да, очень сложно, серьезно. Потому что в течение года вы меняетесь, торговые марки, которые пишут название оттенков, тональных кремов, тоже больше преследуют цель продажи, чем сориентировать вас все-таки в цветах. Потому что портелян, айвори, беш, сент, ворм беш и так далее, олив беш, вот, кстати, олив, ну, уже понятно слово оливка, зеленца. То есть, сразу же ориентируйтесь. Если есть название олив, наверняка у вас, если зеленый потом кожа, то вам этот оттенок подойдет. Это ваше. Да, можно уже не докупать вот эти вот цветные корректоры. Но все-таки я призываю вас к тому, сейчас разнообразие цветовых корректоров очень большое. Некоторые торговые марки выпускают даже белый тональный крем. Белый тональный крем. Именно для того, чтобы разбавлять все ваши тональные крема, которые вы, возможно, немножечко не попали в цвет. Почувствуй себя художником. Безусловно. Вот, рука, это палитра. Ну, лучше, конечно, пластиковую палитру использовать. Не успела ее достать. Выбрав тональный крем и сделав действительно красивое полотно, мы можем перейти к тому, чтобы обрамить это полотно красивыми яркими красками. Как же подобрать эти красивые яркие краски? Женщины, выбирая палитры для теней, для глаз, постоянно выбирают, какой же цвет мой, для того, чтобы действительно подчеркнуть свой цвет глаз. Смотрите, давайте пойдем от обратного. Женщине нужно лучше подобрать, какой цвет совсем не подходит. Угу. Если вы имеете какую-то склонность к пигментации вокруг глаз, коричневая, ни в коем случае коричневыми тенями не пользуетесь. Если у вас есть какие-то покраснения, слизистые оболочки глаза, вы не пользуетесь ни розовыми, ни красными оттенками. Либо вы их очень хорошо закамуфлируете, сгладите, тогда, пожалуйста. Это если уходить от обратного. Что идет? Давайте посмотрим, какая радужка глаза. То есть, если есть задача подчеркнуть радужку глаз, опять же вспоминает цветовой круг Итана, который я сегодня забыла. Цвета, которые напротив друг друга лежат. Инна у нас зеленоглазая модель. Чем мы ее накрасим? Красно-содержащими цветами. Это я запомнила еще с прошлого эфира. Что такое красно-содержащие? Как ни странно, фиолетовый, сиреневый, лиловый, это тоже красно-содержащие, потому что фиолетовый, это синий плюс красный. То есть, это красно-содержащий цвет ваш. Персиковый, припыленный, красный. Тут есть и серый оттенок, и белый, ну и сам красный. Темный, теплый, это уже от настроения вы выбираете. Карий-глазые девушки. Синие оттенки. Синие-голубые. И точно так же голубоглазые девушки. Выбирают коричневые цвета. Песочные оттенки, пожалуйста, голубоглазые девушки, песочные оттенки. А вот мы разобрали голубые глазки, мы разобрали карий, зеленые, а вот для серых глазок? Серые глаза, глаза трансформеры, так называют. Они берут на себя любые оттенки, принимают. То есть, противопоказаний нет никаких. Показания все. Переходим к нашему румянцу. Очень часто девушки, выбирая между персиками румяными, розовыми, не знают, на что обратить внимание и как, почему, чтобы это выглядело натурально, а не кукольно и как-то бутафорно. Смотрите, очень важно расположение румян. То есть, важно для себя определить, если очень вытянутая личика, нужно немножечко ее горизонтальной полосой разрезать. Горизонтальная полоса – это полоса наших румян. Ну, еще подсколовая коррекция участвую, сейчас немножечко мы до нее дойдем. То есть, расположение румян не должно быть два пальца до крыльев носа, два пальца до глаза. Иначе будут заплаканные глазки или слишком натертый носик, два пальца. Цвет. Теплые оттенки всегда кажутся ближе своего фактического расположения и больше. То есть, полнокруглолицая девушка с большим объемом щечек не должна использовать теплые оттенки румян. Теплые вот эти, теплые, ну, вот эти в том числе, какие-то с коричневым, желтым потоном. Лучше использовать холодные оттенки румян. Холодные всегда кажутся дальше своего фактического расположения и уменьшают объем. То есть, холодный розовый, вот он, вот он холодный розовый. И также, с противоположной стороны, для тех, у кого худенькая личка, мы выбираем более теплые оттенки. Причем не только теплые оттенки, а еще можно добавлять немного шиммера. Это такая текстура, которая содержит блеск. Сейчас пытаюсь ее найти. Вот это шиммер. У меня еще есть пудра шиммер, которая содержит блеск. То есть, это те же рассыпчатые румяна, у которых есть легкое-легкое мерцание. Насколько мы знаем, сейчас шиммер на пике популярности. Да, уже не только сейчас, уже в общем-то гига. Я очень рада, что мы используем этот продукт, потому что все-таки с мерцанием, правильно расставленным мерцанием, правильно расставленным акцентами, цвет лица кажется здоровее, более отдохнувшей. В том числе и в румянце. Текстуры румян могут быть кремовые, а могут быть сухие, рассыпчатые, как я показала. Как же выбрать? Кремовые текстуры больше всего подходят для сухой кожи. То есть, если сухая текстура на вас собирает в морщинки кожу лица, то лучше использовать кремовые текстуры. Это кремовые текстуры, это и корректоры, в том числе наш старый бабушкин метод, мужчины, уйдите от экранов, помады. То есть, помадой смешивая оттенок, мы можем нанести вместо румян, точно так же получить кремовый румян. Заговорили о помадах. Можно сказать, что последний пункт того, что мы можем положить в нашу косметичку, как подобрать себе правильно цвет помады? Цвет помады. Очень часто девушки отталкиваются от цвета одежды. Да, конечно, это имеет место быть. Но, если вы не знаете, во что будете одеты, еще не придумали. Пока на этапе составления макияжа лучше подбирать в тон румян. То есть, глаза могут быть накрашены в какие-то холодные лиловые оттенки. Румяна, вы уже переходите в такие персико-розовые, то есть, немножечко холодного, немножко теплого, и можете уже уйти в абсолютно теплый цвет помады. То есть, вы объединили цветом румян, цвет помады. Мы обращаем внимание на румяна. Есть еще какие-то моменты, на которые мы должны обратить внимание, выбирая цвет помады, еще не зная, что мы одеваем? Вы можете это согласовывать с цветом каких-то ваших элементов одежды, мелких акцентов. Опять же, поясок, шарфик, брошь, акценты какие-то на сумочке, потому что всегда глаз будет, опять же, параллелить. Спасибо большое за такие действительно действенные советы. Я думаю, наши телезрительницы теперь могут создать свою базовую косметичку. Они знают, какие средства будут подходить именно им. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была наша эксперт, стилист, имиджмейкер Анастасия Баденчук. Спасибо большое за советы. Спасибо.